До сих пор оно не дозуировано ничем с вашей стороны. И почему задают вопрос? Потому что и в государственных белорусских изданиях, и в неофициальных СМИ очень часто эта тема возникает. Хотелось бы закрыть её раз и навсегда. Ну и вообще, как вы видите стратегические приятеты развития наших стран? В чём они могут совпадать? Вы знаете, эту тему невозможно закрыть, потому что она не открывалась. Россия ни де-факто, ни де-юре не предлагала Беларуси вступить в состав Российской Федерации. Вы, наверное, говорите об известной пресс-конференции, в которой участвовали, с одной стороны, Александр Григорьевич Лукашенко, а с другой стороны, Владимир Владимирович Путин, где разговор зашёл о, понятно в чём, о ценах на газ. И в одной из реплик мой предшественник сказал следующее, что тот, кто хочет для себя каких-то особых цен, тот, кто рассчитывает получить внутренние цены, должен понимать, что такие цены существуют только для субъектов Российской Федерации. Но из этого не вытекает, что мы в какой-то форме приглашали к вступлению в нашу Федерацию Беларусь или какую-то другую страну. Значит, дискуссия на эту тему может идти. Это абсолютно нормально. Но никакого юридического приглашения на эту тему нет. Более того, такие вещи определяются только путём народного голосования. И, на мой взгляд, без выражения мнения народа, здесь обсуждать нечего. Это даже не прерогативы президентов. Это должно подниматься ещё выше. Поэтому, мне кажется, что темы этой не существует. Но если говорить о перспективах, то они, собственно, заключаются в том, о чём я только что говорил. Они заключаются в союзном государстве. Вот там мы действительно должны насыщать это союзное государство реальными полномочиями. Мы должны стремиться к гораздо более высокой степени экономической интегрированности, к одинаковым правилам торговли, к недопущениям каких-то заградительных решений, к недопущению конфликтов на этой почве. Вот здесь есть над чём поработать. Это правильно. И вот если мы по этому пути пойдём, то у нас тогда будет очень хорошее будущее. Спасибо. Пожалуйста. Наталья Баляевна, Газета Товарищи. Я хотел бы всё-таки вернуться ещё раз к вопросу союзного государства. Дело в том, что такая парадоксальная ситуация в Беларуси сегодня. Чем дольше существует проект союзного государства, тем больше социологи говорят о том, что у населения падает доверие к этому. И вот сегодня возникает вопрос. То есть ваша точка зрения понятна, вы говорите о том, что надо насыщать его новым содержанием, это тоже понятно. Но если дело будет продолжаться так же, когда контакты на уровне чиновников, а население никак не будет воспринимать это как улучшение, скажем, жизни, улучшение контакта и так далее, то доверие будет падать дальше. Есть ли какая-нибудь работа над возможностью реформирования, над возможностью создания новых форм? – Давайте тогда я все-таки попробую обострить ваш вопрос. Вы, Анатолий Васильевич, об этом меня почему спрашиваете? Вы считаете, что существует дефицит взаимопонимания между руководителями наших стран, между президентами, между правительствами, и это сказывается на судьбе союзного государства? Потому что иначе я не очень понимаю, в чем суть вопроса. – Суть вопроса в том, что, я повторяю, опять же, если верить социологическому вопросу, мы платим доверие к этому проекту как таковому. И если работа будет оставаться на этом же уровне, то доверие будет падать дальше. – Вы знаете, мы всегда должны помнить о том, откуда мы идем и в каком направлении. Потому что, конечно, доверие может падать или расти, население может быть недовольно тем, как быстро решаются те или иные задачи. Но я просто хотел бы обратить внимание на то, что если у нас не было бы союзного государства, то уровень нашего сотрудничества был бы другим. В том числе и решение ряда вопросов бы осуществлялось иначе. И мне кажется, об этом нужно говорить, в том числе и средством массовой информации. Потому что, ну вот, давайте возьмем такую чувствительную тему, как борьба с кризисом. Вот у нас нет ни с кем таких особых отношений финансовых, кроме как с Беларусью. Значит, Беларусь является крупнейшим заемщиком наших средств. За последние годы было выдано, за буквально, по сути, два с половиной года было выдано больше трех миллиардов долларов денег. Значит, мы никому таких средств в долг не предоставляли. Почему мы это делаем в отношении Беларуси? Только потому, что мы находимся в рамках союзного государства. Потому что у нас очень тесно интегрированы экономики, и у нас есть и политические обязательства друг по отношению к другу. Если бы речь шла о каком-то другом государстве, то наша помощь была бы скромнее. У нас ведь тоже не блестящая ситуация в экономике. Более того, по объему падения промышленного производства у нас ситуация хуже, чем у вас. Я посмотрел по последним цифрам, скорее всего, в этом году белорусская экономика даже продемонстрирует небольшой, скромный, но рост. А у нас будет падение. Да, российская экономика больше, по многим показателям сильнее, но у нас и людей живет больше. Почему я говорю о кредитах? Потому что зачастую, когда мы рассуждаем о пользе тех или иных политических институтов, мы забываем об их реальном наполнении. Но вот эти кредиты, это и есть их реальное наполнение. Напомню, что до сих пор по линии МВФ, по линии европейских кредитных институтов, общий объем поддержки, оказанной экономике Белоруссии, только-только приближается к 3 миллиардам. Значит, да еще решения даже все не приняты. А мы уже эти деньги выделили для экономики. Поэтому вот именно этим и должно проверяться наше сотрудничество. Именно это является главным критерием успеха. То, как мы друг другу помогаем в определенной ситуации. У нас была достаточно обширная дискуссия на эту тему, в том числе и у меня с Александром Григорьевичем во время проведения саммита СНГ в Кишиневе. Такая была четкая и, в общем, иногда эмоциональная даже на эту тему дискуссия. Но я тогда сказал в закрытом формате, и сейчас вам говорю о том, что именно наша поддержка по отношению к Белоруссии заключается в особом отношении. Но помимо вот таких специальных отношений, которые связывают наши страны, у нас есть те институты, которые мы совместно продвигаем. В частности, антикризисный фонд, который мы создали в рамках Еврозайс. И то, что Россия пошла на создание этого фонда, показывает, что мы неравнодушны к тому, как строятся наши экономические отношения с ближайшими партнерами, с ближайшими соседями. Мы, напомню, в этот антикризисный фонд вкладываем 7,5 миллиардов долларов. Другие страны существенно меньше. Казахстан вкладывает определенную лепту. Все остальные страны вкладывают относительно небольшие суммы. Но востребовать-то они могут существенно большие суммы. Если этот механизм запустить, то мы получим, опять же, поддержку в условиях кризиса. Поэтому я думаю, что наше товарищество, наши союзнические отношения должны проверяться при помощи этих экономических схем, при помощи особых экономических отношений. И когда я, например, слышу от наших партнеров иногда, что мы недостаточно помогаем друг другу, у меня это вызывает удивление. Потому что никто так не помогает своим партнерам, как Российская Федерация. И это всецело и полностью относится к Беларуси. Спасибо. Вы знаете, мы здесь все журналисты государственных и негосударственных изданий, но я думаю, что всех нас объединяет то, что мы белорусы, граждане Беларуси, патриоты своей страны. Вы знаете, бывает просто иногда очень больно, обидно и неприятно читать в федерально-российской прессе вот те заявления, которые, я не знаю, даже не думаю, что журналисты вообще могут...